Даже если у вас нет проблем с лишним весом, это еще не гарантирует вам отсутствие целлюлита Целлюлит это настоящая проблема для женщин, это просто катастрофа Если мужчина легко простит вам лишний вес и даже найдет в этом некоторый шарм, то целлюлит это антисекс Это вызывает со стороны противоположного пола только отторжение Поэтому если вы понимаете, что проблема подобного рода присутствует в вашей жизни То как минимум, пожалуйста, не огоняйте ее на всеобщее обозрение Что почему-то очень многие любят так делать Я понимаю, что на некоторых девушках, которых мы видим на улицах, очень красиво и привлекательно смотрятся короткие вещи И нам хотелось выглядеть так же, но, пожалуйста, оценивайте себя адекватно И если проблема такая существует, то первое, мы ее не показываем никому И во-вторых, конечно же, я рекомендую с ней обязательно бороться Тем более, что сделать это весьма легко Если вы прислушаетесь к тем советам, которые я сегодня подготовила специально для вас Поехали! Доказано, что главной причиной целлюлита является стресс Адреналин, который выделяется нашими надпочечниками, когда мы находимся в состоянии стресса Провоцирует появление целлюлита или ухудшает уже имеющийся целлюлит На выброс адреналина организм многих девочек реагирует по принципу Вдруг война, а я еще не ел И тогда адреналин начинает активно запасать жир из любой глюкозы, которая поступает в кровь Не энергию, а превращает это в жир, который откладывается, соответственно, в области бедер У некоторых в области живота И образуется эта так ненавистная нам апельсиновая корочка Конечно же, эти апельсиновые бугры, ямочки, которые мы наблюдаем в зеркале Очень сильно нас расстраивают и провоцируют еще больше стресс Великолепно замкнутый круг То есть увидели в зеркале целлюлит, стресс на этом фоне вырос И целлюлит стал еще хуже Ну а дальше по схеме девочки бегут в спортзал Начинают изнурять себя чрезмерными физическими нагрузками Всевозможными диетами, которые для организма являются еще большим стрессом И таким образом, изнуряя себя все больше и больше Мы не решаем нашу проблему, а делаем ее еще хуже Чем меньше стресса, тем меньше целлюлит Не испытывайте свой организм на прочность антицеллюлитными диетами Которые очень губительно воздействуют в целом на ваш организм Они затрагивают те железы вашей внутренней секреции Которые регулируют баланс воды в вашем организме И как следствие таких диет вы получите, как мы уже выяснили, целлюлит И что еще самое неприятное, это раннее старение вашего организма Главный инструмент в борьбе с целлюлитом – это антиоксиданты Вообще, чтобы ваш организм победил целлюлит, вам нужна помощь извне Это антиоксиданты И, между прочим, ученые недавно нашли самый мощный антицеллюлитный антиоксидант Он находится в экстракте специального сорта дыни Именно из этого экстракта, кстати, делают добавку целлюлайн Я столкнулась с этим продуктом после того, как родила У меня был жуткий целлюлит, и это единственная честная вещь, которая помогла мне с этим достаточно быстро справиться Во Франции были, кстати, проведены клинические исследования, которые и подтвердили эффективность этого активного вещества, который входит в состав этого продукта Поэтому, если и вы настроены победить свой целлюлит, то очень рекомендую вам обратить свое внимание на этот инструмент Он действительно работает И ссылочку на него я оставлю в описании под видео Ну, а мы с вами двигаемся дальше Итак, мы с вами договорились Вы не изнуряете себя диетами, чрезмерными, именно чрезмерными физическими нагрузками И вы стараетесь как можно исключить ситуации, при которых у вас бы выделялся такой гормон, как адреналин Но если все же, а это в нашей жизни, наверное, неизбежно, стресс произошел То вы должны бороться с адреналиновым похмельем по принципу борись И это именно тот случай, когда вам нужно пойти в зал Не знаю, пробежать километр или сходить на йогу, все что угодно Но вы должны вот таким образом, физической какой-то нагрузкой Опять же, не чрезмерной, которая добавит вам стресса Вы должны это похмелье снять И только потом с холодной головой, пожалуйста, приступайте к решению своей проблемы Которые вызывают у вас такой непомерный стресс Опять же, по поводу зала Я не говорю, что в зал нужно ходить только тогда, когда у вас случился стресс Нет, конечно же, походы в фитнес-зал, на йогу должны быть регулярными Но и здесь должна быть мера Должен быть какой-то план Не нужно, еще раз повторяю, себя изнурять Испытывать на прочность свой организм И обязательно следите за тем, что вы едите К сожалению, на прилавках очень много не очень качественных продуктов Особенно, если мы говорим о мясной продукции Куда сегодня, для кого не секрет, наверное, добавляют всевозможные гормоны Для того, чтобы это мясо как можно быстрее росло и его было больше То если вы не можете, все-таки, представить свою жизнь без мяса То хотя бы постарайтесь выбирать какие-то фермерские продукты Которые выращены на натуральных кормах, на свободе И в которые не добавляют всевозможные гормоны Которые могут также повлиять на ваш гормональный фон И следите за тем, чтобы в вашем рационе было больше живой растительной пищи Не обработанной температурой Потому что именно в такой пище, в сырых ягодах, фруктах, овощах Содержатся, во-первых, антиоксиданты А во-вторых, всевозможные ферменты Которые помогают переварить нашу пищу Которую мы поглощаем в течение нашей жизни Таким образом, чтобы ничего лишнего не скапливалось Ни здесь, ни здесь, ни в сосудах Не зашлаковывался наш организм Это знаете, как вот посмотрите на голубей Которые живут в городах Если они питаются не тем, что предназначено им природой То они действительно выглядят очень болезненно И, мягко говоря, некрасиво Поэтому, если и вы будете есть не совсем ту пищу Которая предназначена вам природой То вы будете выглядеть таким же образом Поэтому обязательно следите за тем, что вы едите В общем-то, это мои какие-то секреты Я надеюсь, что кому-то они пригодятся И будут полезными И также, если у кого-то из вас есть тоже какие-то действенные методы Которыми вы пользуетесь в борьбе с целлюлитом Пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях под этим видео Это будет очень ценно Ну и, конечно, я жду от вас лайков И до новых встреч Пока-пока